Так, ребят, всем привет! Давайте по поводу боя Усик-Дюбуа. Кто смотрит мои эфиры, я давал прогноз, что закончится победой Усика в любом случае, либо по очкам, либо досрочно в конечных раундах. Ну и как тогда я говорил, что будет полный декласс, да, то есть Дюбуа, по сути, не дорастает по уровню до Усика, что, в принципе, мы в поединке увидели. Но когда мы ожидаем, что будет бой вот такой, а бой оказывается вот такой, понятно, что будет очень много болтовни по этому поводу. Ну и самый животрепещущий вопрос, был ли удар ниже пояса. То есть у нас люди разделились на два лагеря, это вообще очень интересная тема, знаете. То есть если есть какое-то спорное решение, люди делятся на два лагеря. Мне вот интересно, если бы все-таки бой остановили и отдали победу нокаутом в сторону Дюбуа, точно так же было бы очень много вони по поводу, что рефери лох и ничего не понимает. Давайте договоримся так, рефери всегда прав. Кроме того, что рефери всегда прав, в боксе нету такого понятия, как сослагательное наклонение. Так что, знаете, удар ниже пояса, это не обязательно удар по колокольчикам. Те, кто хоть раз пропускал удар между писюнчиком и областью пупка, прекрасно понимают, что это очень неприятное место. И по факту удары в эту зону запрещены. И несмотря на то, что в истории много прецедентов с подобными элементами, то есть Роберто Дюрана, Каусево, Кэна Бьюканана в резинку от трусов, Андре Уорд, Ковалеву точно так же попал, здесь решение принимает рефери, он принимает на свое усмотрение. Поэтому кто бы что ни внял, кто бы как ни кричал, есть такая данность. То есть в данном поединке рефери посчитал, что удар был против правил. И я с ним, в общем-то, согласен. В любом случае, я сомневаюсь, что чтобы что-то изменилось, если бы отсчитали усику нокдаун. Во-первых, я уверен, что он бы поднялся. То есть не было удара в область печени, не было удара в область селезенки, не было удара, ну, по сути, не было удара, после которого он бы полностью потерял дееспособность. Поэтому хоть в боксе и нет сослагательного наклонения, я уверен, что если бы был отсчет, он бы поднялся до счета 10, отбегал бы, отпрыгал бы, отвязался бы до конца раунда, а дальше было бы все по тому же сценарию, который мы видели. Потому что, как показал поединок, все-таки уровень боксирования усика вот здесь, а у Дюбуа он несколько пониже. Вообще не люблю поединки без интриги. То есть в этом бою было понятно все и сразу. И, знаете, я смотрю бои не столько для удовольствия, сколько чтобы поанализировать ситуацию, посмотреть какие-то фишки, посмотреть какие-то приемы, которые, скажем так, работают не в теории, а на практике. Именно поэтому данное спортивное мероприятие меня, ну, прямо скажем, огорчило. Слишком большой разрыв в уровне боксеров, чтобы можно было что-то подсмотреть действительно прикольное. Какой был геймплан у Дюбуа и у его команды, я в принципе вообще не понял, если честно. Но это какая-то чушь. То есть понимая, что усик гораздо быстрее и подвижнее на ногах, что, ну, за ним не угнаться, да. Дюбуа даже не пытался прессинговать, то есть он отдал инициативу, где-то вел позиционный поединок, изредка пытался что-то оказывать давление, хотя, ну, по-моему, ежу понятно, что такого боксера, как усик, можно выиграть только за счет постоянного-постоянного давления, постоянного нагнетания, скажем так, боевой ситуации. А Дюбуа полбоя просто простоял на месте, либо пропятился назад. Не знаю, на что был расчет, я не понял. По усику все просто и понятно. То есть он делал то, что он умеет лучше всего фиктование передней рукой, вовремя включения сильнейшей руки, работа на ногах, работа корпусом. То есть игра на классе. Именно из элементов технических, на которые стоит обратить внимание, которые стоит поанализировать, это джеб усика. Вот он джебом работает просто великолепно. То есть где-то он включает силовой, где-то это джеб с уходом в сторону, в разрез под руку соперника, где-то это перекрестное движение. То есть у него передняя рука работает, скажем так, по разным направлениям, под разным шаблоном, и практически непредсказуемо. То есть очень быстро и очень разнообразно, хотя это всего лишь, казалось бы, джеб. Второй интересный момент – это дубли с сильнейшей руки. Он их использовал достаточно редко. По сути, он на обострение пошел только в восьмом раунде, и первое же вот это вот движение, когда он почувствовал, что он попал боковым ударом в сильнейшей руки, он сразу же его дублирует. Причем он его дублирует не за счет там вложения, а все это делается за счет скорости по короткой амплитуде, но достаточно эффективно и жестко. Что меня огорчило вообще больше всего в этом поединке, что мы даже не увидели каких-то красивых нокдаунов. То есть все вот эти остановки боя, они ну какие-то, блядь, мутные что ли. То есть первый нокдаун – это был классический почтальон, потом последовало два боковых. В общем-то ни один из ударов, ну я не заметил, чтобы он прям жестко потрес Дюбуа. Дюбуа не упал в нокдаун, не потерял работоспорт, он просто взял колено. Я посижу, отдохну. Плюс-минус такая же ситуация со вторым нокдауном. То есть Усик пробил джеб, он послал Дюбуа в нокдаун джебом. Достаточно редкое явление в профессиональном боксе. Но обратите внимание, джеб, кстати, достаточно интересный был проведен. То есть он был такой в манере Хаглера с заваливанием корпуса вперед, с толчком с задней ноги. То есть такое прям движение практически, частично, наверное, даже в полете. Тоже следует отработать. Прикольно получилось. Ну и опять-таки я не заметил, что Дюбуа там был прям потрясенный взболком. То есть он опять-таки взял колено. И, кстати, вот все вот эти спорные решения, рефери, судьи, почему я говорю, всегда смотрите, бои целиком. То есть когда Усик пропустил удар ниже пояса, у рефери даже не было сомнения начать отсчет. Еще что-то сразу. Он сделал сразу решение, что это был удар ниже пояса. Второе. Когда Дюбуа там кричит теперь, что он хочет реванш и так далее, блин, я не заметил возмущения после остановки боя. Он поднялся там на счет 10. Рефери дал отмашку. Вместо того, чтобы сказать, нет, я готов драться, Дюбуа спокойно пошел к себе в угол. Ну, вот после боя он решил почему-то повозмущаться. И еще один момент. Ребята, кто бы что ни спорил, кто бы что ни говорил, бокс – это субъективный вид спорта. То есть удар ниже пояса, либо удар не ниже пояса определяет рефери. И если этот удар наносит звезда, ну, фиг с ним, звезде все, простите. Но если же этот удар наносит претендент, вообще рефери, на мой взгляд, в этом бою, где Буа цеплялся по каждой мелочи, делаем там замечания, там, то за удержание, то за толчки, то еще за какую-то ерунду. Поэтому быть звездой, конечно, проще. И звездам прощается очень много. То есть если брать того же Уайлдера, там, чуть ли не... Огромная часть его поединка, в общем-то, заканчивается нокаутом предплечьям, по затылку, и все нормально. Это же Уайлдер, ему так можно. Поэтому нравится нам это, не нравится. Ну, надо смириться. Бокс, вот такой вот вид спорта, где часто побеждает не правило чистота и корректность. Довольно часто побеждает субъективное отношение к тому или иному бойцу. Но что касается именно этого поединка, я считаю, что Александр Усик одержал вполне, даже не вполне, абсолютно заслуженную, логичную и предсказуемую, к сожалению, победу. В общем-то, бой получился, на мой взгляд, достаточно скучный и унылый, в общем-то, как и вот этот ролик. Не знаю, как записать веселый ролик про скучный бой. Ну, и в оконцовочке напомню про онлайн-школу. У нас пятый месяц обучения, пятый курс, скажем так, и я решил пойти чуть-чуть дальше, чем было до этого. Если до этого я заливал в закрытую телеграм-группу просто программы тренировок и видео с каждым заданием, то теперь я туда заливаю аудиотреки. Что это значит? То есть теперь мы работаем по системе. Этот месяц я посвятил проработке машины Вилли. Что это значит? Ребята, которые идут с первого месяца, они уже технически понимают, что такое прямое, боковое, плюс-минус все эти элементы изучили. Машина Вилли – это оцифровка ударов, по которой Каз Диамата обучал молодого Майка Тайсона. То есть я закидываю треки, каждому удару присвоен свой номер, и вместо того, чтобы, скажем так, отрабатывать что-то из головы, люди по аудио слышат конкретно друг за другом цифры. Эти цифры обозначают цели, которые они должны поражать теми или иными ударами. В общем, я думаю, получится достаточно прикольного. Хотя бы в качестве эксперимента. Кто хочет присоединиться в нашу онлайн-команду, пишем мне в Телеграм. Ну, а на этом, в принципе, будем закругляться. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Ну, а ты поставь лайк, подпишись, ну и напиши какой-нибудь приятный комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok